Музыку этого человека знает каждый на всем постсоветском пространстве. Любой от мала до велика слышал эти знаменитые мелодии хоть раз в жизни. Музыка на все времена и сам Геннадий Голодков побывали в гостях у Минской публики. Обыкновенное чудо. Человек с бульвара Капуцинов, собака на сене, формула любви, Дон Сезар де Базан, дом, который построил Свифт, убит дракона, бременские музыканты, 12 стульев. Автор музыки более чем к 50 фильмам, 40 мультфильмам, а также многочисленным балетам и мюзиклам, народный артист России, советский и российский композитор Геннадий Игоревич Гладков приезжал в Минск на свой творческий вечер. Обычно творческие вечера устраивают сами виновники. В данном случае произошло исключение. Праздник любимому композитору решили устроить артисты Белорусского государственного музыкального театра под руководством режиссера Анастасии Гриненко. Мы открыли, что не все партитуры есть, не все партитуры шлягеров есть. Очень долго искали песню Остапа, и потом он прислал отсканированную партитуру, на которой было написано его рукой, посвящается Николаю Караченцеву, который делал именно для Караченцева. Он его долго не мог найти, даже не было голосов, мы их сами расписывали. Лауреаты международных конкурсов, артисты Екатерина Дегтярева, Илона Казакевич, Светлана Матиевская, Денис Немцов, Олег Прохоров, Виктор Циркунович, Дмитрий Якубович, в сопровождении симфонического оркестра Минского музыкального колледжа имени Глинки под управлением Николая Макаревича и главного дирижера Академического симфонического оркестра Крымской областной филармонии, заслуженного деятеля искусств Игоря Каждана, исполняли любимые всеми песни. Сам маэстро отбирал материал для вечера, но главным его условием было, чтобы поменьше говорили и больше пели. Артисты на сцене буквально купались в прекрасной музыке, публика в зале внимала каждой ноте. Да и сам маэстро получал наслаждение. Анастасии Гриненко поставлено несколько работ на музыку Геннадия Гладкова, так что знакомство с маэстро у музыкального театра состоялось давно. А зимой белорусские артисты выступали с бременскими музыкантами в Москве на сцене концертного зала Чайковского и имели огромный успех. Это такая какая-то дружба, которую нельзя как-то объяснить. Вот совпали наши какие-то творческие флюиды и волны. И поэтому я с удовольствием сюда приеду. А я давно этот концерт задумал. Это всегда сложно организовать. И я решил, как я этот материал вам представлю, все помогу. Только я ничего не буду делать. Хочу сделать, как вы хотите. Надеюсь, вы не только подпевали всем мелодиям во время сюжета, но и на весь день к вам привяжется одна из этих песен. И уверена, что вы не будете огорчены по этому поводу и с радостью проведете этот день с музыкой в сердце.